Всем привет друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на новинку от компании ASEM модель танка Королевский Тигр. У компании ASEM уже есть в продаже Королевский Тигр, но эта модель она интересна тем, что она с полным интерьером и наборными траками. Не давайте сначала вкратце небольшую историческую справку. Королевский Тигр это был последний серийно производимый танк в Германии. Всего было выпущено около 489 танков. Благодаря мощной 80 миллиметровой пушке был способен эффективно поражать огнем все танки используемые во второй мировой войне в пределах дистанции прямого выстрела. Толстые листы брони расположены под большими углами наклона обеспечивали танку весьма высокую защиту от противотанковых средств того времени. Но из-за большого веса и недостаточной мощности двигателя у данного танка были невысокие ходовые качества. Такая краткая историческая справка. А теперь давайте непосредственно к обзору модели. Первое что хотел бы вам сказать это это огромная коробка это просто обалденно большая коробка этого у меня коврик он формата А2. Вот такая коробка она формата длиной как А2 то есть сколько это у нас получается 55 сантиметров. Такая мощная коробище поэтому если вы кому-то вдруг хотите сделать подарок какой-то это наверно будет один из отличнейших подарков. Хочу обратиться за внимание невысокую стоимость. Давайте друзья откроем. Первое что мы видим это у нас красочный бокс арт. Далее берем коробку и нас нас ждет коробка из плотного гофрокартона что невозможно при пересылке почтой. 2 пакета большущих плотных пакета с литниками. Далее у нас также здесь идет инструкция и давайте вот эту коробочку я отложу. Давайте начнем обзор нашей модели с инструкцией. Инструкция как и все последние инструкции у компании А7 выполнена в виде журнала формата А4. Первый лист у нас идет глянцевый. Декальки у нас лежат. Первый лист у нас глянцевый. А все последующие листы у нас идут матовые. На декали я потом внимание обращу вам. Давайте еще покажу сразу номер окрасок который предлагает компания А7 для окраски данной модели. Это вам понадобится при... если вы решите приобрести данную модель можно сразу вместе приобрести и краски. Вот. Тут как всегда у нас технические характеристики. Краткое описание танка на двух языках. Далее мы его разворачиваем и первое что мы видим это у нас идет обзор летников. Далее здесь у нас показывается та же летники. Красного обозначаются детали которые не используются при постройке данной модели. Хотел бы обратить что еще раз внимание что данный набор у нас выполнен с внутренними частями. Поэтому здесь будет много достаточно подробно описано сборку внутренних всех частей. Еще летники и пошла непосредственно сборка нашей модели. Хотел бы обратить внимание первое на что так сразу взгляд упал. Снаряды у нас выполнены похоже в раздельном исполнении. Это будет удобно для окраски. Потом на летниках я постараюсь на это обратить внимание. Сборка башни, сборка ванны. В наборе у нас наборные гусеницы. Инструкция подробная. Поэтому какого-либо проблем она не доставит. Будет очень хорошо и удобно все подробно собирать. У нас двигательный отсек. Все подробно описано. Установка катков. Также у нас снаряды еще даны. Сборка гусениц. Установка верху корпуса. Наверное, хотел бы обратить ваше внимание, что при такой высокой детализации вверх корпуса лучше будет не приклеивать. Чтобы можно было в какие-то моменты показать, снять верх корпуса и показать, что у вас там интересненько находится. Фото отравление показано. И у нас варианты декалей. Декали у нас даны на 4 варианта. Это у нас Венгрия 45 год. Данцик март 45 года. Арденны декабрь 44 года. Теперь хотел бы обратить ваше внимание на декали. Декали у компании СМ выполнены на новой бумаге. И проблем при переклеивании уже не возникает. И теперь давайте обзор наших кабинетов. Начнем с пакета. Большое количество. Так, сразу хочу обратить внимание. Это у нас фото отравления от компании ICM. То есть вот наши решеточки все. Все будет красивенько. И теперь давайте часть отложим. И начнем с корпуса. Вверх корпуса. На модели присутствуют сварные швы. Это интересно. Будут имитированы они. Так, далее что-то хотел бы еще обратить внимание. Каких-либо дефектов на данной детали не обнаружено. Так, далее у нас литник. Вот на данном литнике присутствуют мелкие детали. Хотел бы обратить внимание, что проливка у деталей хорошая. Дефектов не обнаружено. Следующий литник. Точность такой же. Тут, друзья, они абсолютно идентичны. Вот эти литники. Поэтому я вам покажу еще один. Я наберу. Так, все хорошо. Так же мелкие детали. Так же все пролито замечательно. Так же. Хотел бы еще обратить внимание на пластику компании A7. Он новый. И ни о какой хрупкости нет речи. То есть я собирал данные. Не данную модель, а вообще последнюю модель A7. Пластик приятный в обработке. Хотя она практически не требуется. Так, ну тут так же на ней. Это у нас получается вниз корпуса. Снизу так же у нас присутствуют сводные швы. Имитация сводных швов. Ну и каких-либо эффектов не обнаружено. Далее у нас литник с башней. На башне также присутствуют сводные швы. На мелких деталях также нет никаких дефектов. Далее у нас литники с траками. Ну, на что, наверное, особо хочу обратить внимание. На качество отливки траков. Потому что данная работа при сборке траков, она довольно-таки кропотливая. И качество оно во многом, как это правильно сказать, сказывается на сборке. И тут у нас 4 литника из черного пластика. Хотел бы обратить внимание, что... Так, давайте посмотрим с вами. Ну вот тут проливка хорошая. Все у нас видно получается. Все грунты зацепы, все. И выполнена она очень качественная. Каких-либо дефектов на данных литниках не обнаружено. Поэтому, думаю, сборка траков каких-либо проблем не доставит. Скоро у нас в группе будет в ближайшее буквальное время начата сборка данной модели. И еще одной новиночки. Но это в другом, в других видео будет про это сказано. Так, на данный литник уже был обзор. Ну, давайте еще расскажу. То есть, так же все хорошо и замечательно. На мелких деталях все чисто. А было и нет. В эффектах не обнаружено. Так. Ну, тут так же все хорошо. Следы. Они находятся на внутренних частях элементов. Нетолкательные. Так. На этом литники тоже все замечательно. Ну, и последний литник из данного пакета. У нас еще будет один пакет. Тут у нас уже имеется какое-то рифление. То есть, наверное, внутренняя у них какая-то часть танка. Тут хотел бы обратить внимание на трос. То есть, он выполнен. Тотлет довольно-таки приятно. То есть, можно даже и будет не заменять на плетеный. Так. Ну, тут у нас так же присутствуют мелкие детали, на которых не обнаружено ни облой, ни дефекта. На крупных деталях так же все чисто. Толкатель все находится на внутренних частях элементов. Давайте, друзья, на следующий пакетик посмотрим. Я так понимаю, что здесь у нас внутренняя часть. Так. Ну да. Тут у нас и ствол другой. Элементы двигателя есть. И давайте начнем по порядку. Ствол у нас выполнен, как это правильно так сказать, не из двух половинок, а... То есть, вот эта часть, сама круглая ствола, она выполнена полностью отлита. А непосредственно от начала и дульный тормоз, он выполнен из половины стволов. Но это интересное решение компании E7. И оно интересно тем, что во многих моделях ствол просто пополам распиленный. Потом при стыковке возникает шов, который необходимо обрабатывать. Здесь, получается, такой необходимости не будет. Далее у нас следующий литник. Толкатель на внутренних частях элементов. И каких-либо дефектов не обнаружено. Наш следующий литник. Также мелкие части пролиты замечательно. Дефектов на данном литнике также не обнаружено. Также у нас здесь присутствует в наборе канистра. Далее. Мелкие детали есть, но также все прилито замечательно. Толкатель на внутренних частях элементов. Толкатель на внутренних частях элементов. Эффектов также не обнаружено. На следующем литнике также все хорошо. Также нет дефектов. Но будет интересно при сборке, как эта модель. Я, как еще раз уже вам сказал, сборка в ближайшее время будет начать у нас в группе. Ссылка на группу будет появиться под видео. Вот и наши снаряды. Они все выполнены отдельно. Были споры. Очень много видел, читал про то, как будут. Потому что многие считали, что снаряды будут отлиты вместе. Но снаряды сделаны хорошо. Отлиты замечательно. Да, никаких дефектов тут нету. И поэтому при окраске проблем не возникнет. Ну и еще точно с такой же литнике все то же самое. Все замечательно. Вот, друзья, я закончил обзор. Хотел бы сказать, что данная модель отличная. При сборке я уверен, что она не доставит каких-либо проблем. Внутренние части пролиты все замечательно. Так же, как и наружные. Траки, они отлиты так же хорошо. Поэтому, кто задумывался о покупке королевского тигра, делайте это смелее, решайтесь. Модель отличная. По качеству, по отливке, по всем параметрам. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok